В квартиру Гюльгюн занесли большое количество букетов цветов. Остается надеяться, что последняя сцена будет просто счастливой для одного человека. Но для кого? Для Гюльгюн или Сейран? Да и кто отправил букеты? Говорят, что это белые розы. Очень интересно. Накануне продолжились съемки сериала «Зимородок». Мир Трамазан был замечен поклонниками в особняке, а Афра и Гезди снимались в новом доме Гюльгюн. А Знур тоже на съемках в особняке. Там сейчас весь каст полностью снимают 53 серию «Зимородка». Неужели нам дадут фрагмент 53 серии? Турки пишут, что Ханди Эрчил присоединится к нашему сериалу. Она будет играть в роли потерянной дочери Эфакат, а также после развода Ферита будет новой любовью. Рассматривается нечто вроде параллели Фуата. Скорее всего после потери Эсми. Но какая именно параллель, может у вас есть предположение? Источник пока что не уточнил. Но буду держать вас в курсе новых спойлеров. Проверьте, подписаны ли вы с колокольчиком. Ферит был готов умереть ради Сейран, Фуат погиб ради их любви, но Сейран забыла об этом. Ферит разочаровался в Сейран, он ее возненавидел. Парень плюнул в сторону девушки и оставил ее на Всевышнего. Также источник сообщил, как решили примирить Сейран и Ферита. Да до примирения будет еще не скоро. Они попытаются все исправить, когда умрет Эсми. Сейран и Ферит оба безумно любят до сих пор, но обиды не дают простить друг друга. Они так и не разлюбили. Сейфер всегда будут любить друг друга. Это видно по их глазам. Обоим больно вот и задевают друг друга словами. Также спойлерщики пишут, что беременность Сейран прервана. Как именно пока не ясно, но это плохая новость. Многие зрители считают, что только ребенок сможет спасти ситуацию. Но ребенок это не клей, который сможет склеить разбитую чашку, в любом случае трещины останутся. Ферит и Сейран так и не научились любить друг друга. Они так и не научились подстраиваться друг под друга, уступать. С самого начала их отношения были борьбой, и даже после расставания они продолжают бороться. В жизни есть ненормальные, зависимые отношения Сейфер к тому прямое доказательство. Лучше бы все закончилось на свадьбе, даже боюсь представить, что могут еще придумать, чтобы впротянуть сериалы в третьем сезоне. Самое интересное, большой процент зрителей из Турции счастливы, что Сейран на всю страну опозорила семью Карханов. Они рады, что Сейран решила мстить и наказывать своих обидчиков. Честно говоря, я не разделяю их мнение. Мне кажется, это слишком жестоко, но видимо Сейран хочет стать полностью независимой и наконец оделаться от Ферита. После интервью Сейран Кязем впал в отчаяние. Он совсем не ожидал, что родная дочь унизит его на всю Турцию. Желая получить поддержку от супруги и тети, он наталкивается на стену непонимания и оскорблений. Одновременно с этим Кязем Ага начинает сближаться с Шихмузом. Несмотря на все сопротивления Зерин, дядя Пела решает использовать этого мужчину в своей игре, тем более, что у обоих есть зуб на Карханов. Хатучи и Смы решают вернуться в Антеп, но пока неизвестно, отправится ли Кязем с ними. Да и нас ждет много всего плохого. Есть спойлер, что тема брака Пелен и Ферита будет обсуждаться в следующих сериях, а Нюкет снова придумывает игры. А это значит, что может подтвердиться этот спойлер. Ферит уедет вслед за Пелен в Лондон после того, как дед попросит выполнить одну его просьбу и уехать в Лондон из-за работы. На самом же деле Халис будет хотеть все-таки признание ребенка Пелен Феритом, тем самым одолив его от Сиран. Интересно, как это представляют сценаристы, Пелен уже скоро родить пора, беременности исполнится целый год. Какая-то вечно беременна Пелен. Сиран осталась совсем одна. Она возвращается на квартиру, но в скором времени ее к себе забирает Гюльгюн. Женщина так и не вернулась в особняк. Она не в сильном восторге от поведения невестки, но и бросать ее на произвол судьбы не намерена. Тем временем в доме Карханов бушует настоящая буря. Халис плачет, а Ферит ползая у его ног, вымаливает прощение за поступок супруги и просит совета, как ему теперь жить дальше. Дед в ярости. Его имя, которое он создавал столько лет, теперь втоптали в грязь, и несмотря на свой огромный жизненный опыт, Халис и понятия не имеет, как выпутаться из этой ситуации. Ферит устраивает погром в своей комнате и ругается с Пелен. Он в очередной раз объясняет ей, что даже после развода с Сиран между ними ничего не может быть. В итоге дед выгоняет внука из особняка. После того, как пела нелестно отозвалась о супруге Ферита, нервы Суны не выдержали, она отаскала за волосы, взорвавшуюся любовницу, и навлекла на себя гнев не только мужа, но и Факат. Любовница Архана понятия не имеет, как теперь отмывать имя Халиса от грязи. Однако ей весьма польстил тот факт, что отец Ферита в очередной раз признался ей в своих чувствах. Видимо, после ухода Гюльгюн Арханчик все же захочет жениться на Ифакат, и она вряд ли откажется от свадьбы. Правда, пока все мысли невестки заняты Суной. Ее выступление сестры с одной стороны порадовало, впервые весь мир узнал о том, как именно их воспитывал отец, но с другой стороны, разочаровало. Причина в том, что теперь Суна часть семьи Карханов, а значит и ей интервью нанесло оскорбление. Супруга Каи не настолько глупа, чтобы не понимать, что теперь Сейран путь в особняк закрыт. Она прислушивается к словам Каи и Факат и решает отдать сестре деньги. Это делается с одной целью, чтобы молодая женщина больше не раскрывала тайны своей прошлой жизни. После изгнания из особняка Ферит приходит к матери. Он вместе с женой идет навстречу Суной и поддерживает ее после сложного разговора. Вечером между ними происходит прощальный диалог, после которого он отдает жене их кольцо. А что если все не так, как мы думаем и после просмотра фрагментов? А может, Халис не выгонял Ферита из особняка? Они специально выставили все в таком свете, чтобы втереться в доверие к Сейран. После того, как она возьмет кольцо, ее также выставят Лгуний, опорочивший честь Карханов из-за жажды наживы. Или же Ферит договорится с Сейран, чтобы она подиграла ему, и он будет действовать против всех. После того, что мы видели в прошлой серии, второй фрагмент следующий выглядит странновато. И впервые за много времени нет огромного количества противоречащих друг другу спойлеров. Складывается ощущение, что сценаристы и сами не знают, что делать дальше. Съемки сериала идут нон-стоп практически круглосуточно, и везде Афро и Мерт вместе. Либо что-то серьезное назревает, либо завтра будет затянутое прощание с Сейфер очередное. По утверждению очевидцев, этот диалог будет в одной из сцен 52 серии. Сейран говорит, Ферит, хватит уже, не совершай больше ошибок, все кончено. Я не вернусь к тебе снова, тогда ты поймешь мою ценность. Ты довел меня до этого состояния. Ферит говорит, я сам создал эту ситуацию. Ты совсем меня не любила? Вильбюн говорит, не будьте, как мы с Арханом. Создайте себе новую жизнь. Научитесь слушать и разговаривать друг с другом. Вы согласны, что Ферит повторяет судьбу своих родителей? Напишите. Вчера поклонники наблюдали за съемками. Пишут, что снимали у дома Гюльбюн. Сейфер ссорится у нее дома. Слышно было, как Ферит кричит Сейран звук эхом, разнесся по улице. Также было слышно, как Гюльбюн кричала, хватит. Ферит покидает новый дом, Сейран и Гюльбюн и уезжает. Позже съемки велись в парке до поздней ночи. Как видите, уже сняли больше половины 52 серии и почти нет хороших спойлеров. Наверное, из-за того, что было принято решение продлить сериал «Зимородок» на третий сезон, вот и будут затягивать сюжет. С этой пелен все надолго. Как она уже надоела. Интересно, есть ли хоть один зритель, кто за ее присутствие в сериале? Ранее вчера вечером Саджеде была на съемках в доме Шахмуза. И сколько месяцев она будет рожать правду Апеллин. Отношения сейфер только ухудшаются, как так сценаристы слили такую перспективную пару.